Обострение ситуации на линии разграничения в Донбассе может иметь серьезные последствия, если не принять срочных мер по снижению напряженности, заявили в МИД России. Ситуация опасная и, если срочно не купировать, может перерасти во что-то большее. Это реальный риск, заявил источник коммерсанта во внешнеполитическом ведомстве. По словам источника, российская сторона транслирует зарубежным партнерам сигналы об эскалации напряженности, а вопросы обострения обстановки в Донбассе ставятся в ходе международных переговоров. Тема Украины станет предметом переговоров на предстоящей встрече Владимира Путина с президентом Франции, Эммануэлем Макроном. На площадке ОБСЕ будем жестко ставить вопрос о резком обострении, сказал источник издания в МИД. Пострет России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что последнее событие на востоке Украины на очередном заседании Постоянного Совета Организации обсудит 31 мая, и обвинил в эскалации конфликта Киев, который блокирует инициативы в контактной группе, отказывается вести прямой диалог с Луганском и Донецком, саботирует предложение ОБСЕ. События вокруг Горловки, на которые обращают внимание СММ ОБСЕ, еще один красноречивый знак, что политика эскалации вооруженных провокаций продолжается. Для прекращения жертв среди мирных жителей следует отвести тяжелое вооружение от линии соприкосновения, развести силы и средства, как это предусмотрено решением контактной группы, разминировать дороги и отказаться от установки новых минуты, сказал Лукашевич. Напомним, во вторник глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко заявил, что политика Петра Порошенко в Донбассе привела к жертвам среди мирного населения, которых в регионе не знали со времен Великой Отечественной войны. Замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что в результате двух попыток атаковать позиции ополчения непризнанной республики под Горловку и за минувшие сутки погибли около 20 украинских силовиков. Как отмечала газета «Взгляд», новое обострение в Донбассе привело к крупным потерям с обеих сторон.